А мы продолжаем знакомиться со сравнением гибридных автомобилей AITA M7, LL6, BYD Tank и Lincoln Co 08. В прошлый раз мы изучили реальный запас хода, расход топлива и динамические характеристики этих моделей. Теперь мы посмотрим на работу умных функций и пространство в салоне. Система торможения A и B похожа на экстренное лекарство. Мы искренне надеемся, что она вам не пригодится. Но мы покажем, в каких областях у систем автоматического экстренного торможения этих машин есть ограничения. В этом тестировании мы применим имитацию автомобиля, пешехода, мопеда и собаки. Чтобы сгладить психологическую травму от отсутствия Чхушао в выпуске... Погоди, погоди, ты уже заболтался. Ну да, Чхушао не приехал, но в тесте ведь есть собаки. Погоди, теперь ты нас унизил. Я хотел сказать, что в этот раз мы проведем сразу 4 испытания. Ну так давай за дело. Мы испытали AIT M7 Max Smart Drive со 126 линейным сенсором LiDAR. Но новая модель Ultra оснащается 196 линейным сенсором LiDAR. И эта модель имела бы преимущество в функциях A и B. Перед началом теста мы обновили прошивки наших автомобилей до последних версий. Уровень чувствительности мы установили на среднее значение для того, чтобы имитировать обычные условия вождения. В первом тесте автомобиль двигался к более с 50% перекрытием. Мы имитировали ситуацию, что водитель отвлекся и не заметил припаркованный на краю дороги автомобиль. Мы посмотрим на результаты этих автомобилей, разделив их на две группы. В первой группе LiL-6 и AIT M7. Оба оснащены лидаром и бинокулярными камерами. В теории они хороши как на длинных, так и на коротких дистанциях. BYD Tank и Lincoln Co-08. На их крыше нет лидара, да и камера всего одна. Только по радарам миллиметрового диапазона они впереди. Сначала мы посмотрим на результаты BYD Tank и Lincoln Co-08 по определению були. Лучший результат обоих 60 км в час. Если водитель BYD Tank после каждого торможения не принимал управление на себя, автомобиль вновь начинал движение и ехал вперед. Теперь посмотрим на Li и Aita. Они оправдали ожидания, справившись с испытанием на скорости 100 км в час. При этом LiL-6 справился с тестом на скорости 110 км в час. В одном из предыдущих тестов LiL-9 смог остановиться с 90 км в час. И спустя несколько месяцев произошло заметное улучшение. При этом Aita M7 справился с испытанием на скорости 120 км в час. Мы выиграли LiAuto. Это максимально допустимая правилами дорожного движения скорость. Для второго этапа теста мы использовали манекен человека. Мы применяли манекен ребенка. Из-за роста в метр двадцать его площадь обнаружения низкая. А еще он выбегает, оставляя четырем машинам мало времени на принятие решения. Перейдем к результатам от отстающего до лучшего. Первым под ударом оказался BYD Tank. Вы не удивлены, не так ли? Его пиковая скорость составила 50 км в час. Наши поздравления. Почему мы так говорим? Да потому что в предыдущем большом сравнении функции автономного вождения его старший брат Янгван Q8 смог остановиться только с 40 км в час. Следующее место занял напарник по команде Линкон Конноль 8. Он смог завершить тест на скорости 60 км в час. Смог. По этому показателю он сравнялся с результатом LiL 6. А Aita M7 вновь занял первое место. Он справился с испытанием на скорости 80 км в час. В следующем тесте мы повысили сложность. Теперь мы будем тестировать уникальный для Китая сценарий с мопедом. Хотя его легче определить, он двигается с высокой скоростью 15 км в час. Поэтому у автомобиля остается совсем мало времени на реакцию, чтобы избежать столкновения. Вы можете заметить, что автомобили в тесте используют две тактики избегания опасности. Первое – резкое торможение с остановкой. Второе – резкое снижение скорости. В его рамках автомобиль резко замедляется на время пересечения с мопедом, а затем продолжает движение вперед. Мы вновь перечислим результаты с низкого до высокого. И опять последним стал BYD Tank. Это неудивительно. Но он вообще не определил мопед, не выдал предупреждения и не тормозил. Он вообще не сделал ничего. Оказалось, что он вообще не определяет мопеды. Похоже, над танк еще нужно поработать. Одногруппник танк, Линк Энко 08, справился с испытанием на скорости 50 км в час. Сделали. Богато оснащенный Ли Л6 смог избежать опасности на скорости 80 км в час. Фух, все-таки прошли. АИТ М7 справился с испытанием на скорости 90 км в час. Смог избежать. Прошел. Обратите внимание, что мы говорим, что автомобили смогли успешно избежать опасности, но не затормозить. Так, Ли Л6, используя торможение, снизил скорость во время пересечения с мопедом. После устранения опасности, он перестал тормозить. Это типичная логика работы системы A и B замкнутого цикла. Такую же систему презентовал и Лэй Цзюнь во время презентации Xiaomi SU-7. A и B замкнутого цикла после торможения все еще обнаруживают факторы риска перед собой. Если риски были устранены, торможение прекращается. Преимущество такой системы – снижение риска столкновения с идущим сзади автомобилем. Логика работы AIDA M7 и L6 разная. На скорости 50 км в час и ниже, M7, обнаружив мопед, тормозит до полной остановки. На скорости 60 и 70 км в час, точка остановки M7 уже находилась за линией движения мопеда. Но на скорости 80 и 90 км в час логика работы была похожа на L6. Обнаружение, резкое торможение, устранение угрозы, прекращение торможения. Есть ли вероятность того, что автомобиль меняет свою стратегию в зависимости от скорости? Мне кажется, что автомобиль просто не может остановиться и поэтому перестает тормозить. Мы сталкивались с такой ситуацией ранее. Есть такая возможность. Но в этом тесте для нас главным было избегание опасности. Под конец мы провели невыносимо сложный тест. Конечно, мы говорим про манекен собаки, а также собаку с ребенком. Надеемся, что вы отнесетесь к автомобилям снисхождением, так как этот тест очень непрост. Сложность заключается не только в маленькой площади объекта, а в том, что многие автомобили не распознают животных. Это просто факт. В этот спокойный день беспечная собака наткнулась на беспечный BWD-танк, Lincoln Co-08 или L6. Они все так же беспечно врезались в собаку. И собака подумала, ну и псы вы. И когда мы подумали, что испытание обернулось разгромом для зеленых новичков, на сцене появился Aita M7. Вырвался вперед. Но это же Aita. Aita M7 не только единственный из четырех смог определить собаку, но и успешно затормозил. Самая высокая скорость составила 50 км в час. Смог. Я в нем и не сомневался. Пересматривая материал, мы заметили, что на экране M7 собака была отображена как человек, после чего включилась система A и B. Возможно, тут имела место магия Huawei. Это действительно необычно. Думаем, многие обсуждают, а должна ли машина останавливаться перед собаками. Мы думаем, что при движении на низкой скорости по дорогам общего пользования должна. В первую очередь, безопасность вождения находится в ваших руках. Вы не можете просто перекладывать всю ответственность на автомобиль. Ты что-то заметил? Самую суть. Ну и какая суть пространства в салоне? Большая. Друзья, в конце ролика мы добрались до самой позитивной его части. Вы много смотрели на нашей физиономии, поэтому мы специально вызвали нашу подругу Яо-Яо, чтобы провести последний сравнительный блог. Если вы уже перестали воспринимать наши слова в этой части теста, тогда просто слушайте фоновую музыку. Для начала мы посмотрим на передний ряд. Длина подушки у всех четырех машин достигает примерно 530 миллиметров. Это хороший результат. Если у вас нет общего представления, давайте посмотрим на Tesla Model Y с подушкой длиннее 400 миллиметров. Преимущество тут в том, что в дальних поездках чем длиннее подушка, тем лучше. Длинная подушка обеспечивает более высокий уровень комфорта. Танк и Lincoln Co 08 оснащаются регулировкой подпора для бедра, а пассажир Lincoln Co 08 может превратить подпор в атаманку в режиме нулевой гравитации. У сидений пассажира тут нет регулировок по высоте. Пассажирское кресло всех автомобилей оснащено обогревом и вентиляцией. Aita M7 предлагает и обогрев рулевого колеса. А еще у него есть кнопки босса, только танк не оснащается массажем. Но и массаж тут разный. У Lincoln Co 08 и Aita M7 он восьмиточечный, а у L6 десятиточечный. А еще его передние сидения, единственные в тесте, могут полностью откидываться. Теперь попросим Яо Яо переместиться на второй ряд. После того, как мы перевели переднее кресло в стандартное положение, запас места на втором ряду для Яо Яо во всех машинах превысил три ее кулака. Но очевидно, что у Aita M7 место было больше всех, а у танк меньше. Тестирование на место для головы лучшим вновь стал Aita M7. У BOD Tank небольшое отставание. LiAuto и Lincoln Co показали средний результат. В тесте длины подушки сидения победил LiL6. Отстающим оказался BOD Tank. Да и высота сидения у танк оказалась самой низкой среди четырех участников. Спинка сидений всех автомобилей может регулироваться, позволяя принять более удобную позу. У LiAuto и Aita регулировка электронная и безуровневая. Пользоваться ей просто. Функции второго ряда сидений. Обогревом и вентиляцией оснащены Aita и LiAuto. При этом у LiAuto обогревом оснащено даже центральное сидение. У Aita греются только крайние. Но говоря о массаже сидений, у L6 его нет даже в комплектации Max. А у Lincoln Co 08 нет обогрева вентиляции, зато есть массаж второго ряда. Но Lincoln Co 08 стал единственным автомобилем без возможности регулировки настроек климата на втором ряду. А у BYD Tank нет ни обогрева, ни вентиляции, ни массажа. Зато есть третий ряд сидений. Хотя сидеть там депрессивно, да и пролазить неудобно. Соотношение цена-качество невысокое. Давайте углубимся в детали. У каждого из автомобилей есть что предложить. Про L6 и говорить не нужно. Технологичный холодильник, который может не только охлаждать, но и обогревать. Тут встревает BYD Tank. У него нет холодильника, но есть розетка на 220 вольт. Работать сверхурочно теперь еще проще. Об AIT M7 тоже можно рассказать. На его дверях установлены доводчики. А Lincoln Co 08 красавчик этого сравнения, выделяющийся за счет безрамочных стекол. Под конец мы посмотрим на багажники автомобилей. В пятиместных компоновках самый большой багажный отсек показал Лиавто. В него вмещаются три 24-дюймовых чемодана и пять 21-дюймовых чемоданов. В AIT M7 и танк вмещаются четыре больших и два маленьких чемодана. Итого шесть чемоданов. Lincoln Co 08 не досчитался одного маленького чемодана. После поднятия пола багажника можно увидеть, что AIT M7 предлагает больше пространства для хранения. У такого решения большая польза. Но если вы хотите сложить второй ряд сидений, только Лиэл 6 оснащается электроприводом складывания. У остальных машин второй ряд складывается вручную. На этом выпуск подошел к концу. Кто стал вашим фаворитом в этом сравнении? Дайте нам знать в комментариях. А мы напомним, что любой из интересующих вас электромобилей и гибридов, доступных на китайском рынке, можно заказать в компании ElectroCars Rus. Мы предлагаем приобрести с гарантией модели Лиавто, Янгванг, Зикар, Разинг, Икспенг и Аватар. Также к покупке в наших шоурумах доступен широкий спектр зарядных станций. В описании мы закрепили все самые важные ссылки. Станьте ближе к электромобилям с ElectroCars Rus. Продолжение следует...